Приданиями полна история Сайданайского монастыря Рождества Пресвятой Богородицы, с его чудотворной иконой, известной под именем Шагура Владычицы. Монастырь основан полтора тысячелетия назад императором Юстинианом, по повелению самой Богородицы, явившейся ему здесь, среди этих гор, в ореоле небесного сияния. До возведения этого монастыря здесь была гора, и сюда приходили охотиться. Как-то раз сюда приехал император Юстиниан и увидел лани, пришедших на водопой. Увидев охотников, лани разбежались. Одна из них подбежала к скале, где сейчас место паломничества, и обернулась прекрасной женщиной. «На кого ты охотишься?» – спросила она Юстиниана. «Я не лань, я Мария. Возведи здесь дом во имя мое, и пусть соберутся в него чистые дни». Император Юстиниан и жена его Феодора построили этот монастырь и назвали его Божья Матерь Сайданая. Сайт по-арабски значит «охота» – «Анай-лань», то есть «охота на лани». И до сих пор монастырь наш так называется. Сайт по-арабски значит «охота» – «охота» – «охота» – «охота» – «охота» – «охота» Сайт по-арабски значит «охота» – «охота» – «охота» – «охота» – «охота» У нас есть чудотворный образ, привлекающий множество паломников. Он написан Евангелистом Лукой. Незадолго до окончания своей земной жизни, выполняя просьбу настоятельницы, этот образ принес сюда инок по имени Феодор. И когда он принес его, начались чудеса. Феодор не хотел оставлять здесь этот образ, пытался покинуть монастырь, но выйти из него не мог, сколько не пытался. Тогда он сказал настоятельнице, пусть этот образ будет тебе благословением, потому что я не могу выйти отсюда. И сегодня эта икона хранится в Серебряном ковчеге. Каждый день мы молимся перед ней, окуриваем ее благовониями. Иногда из ларца проистекает мир. Мы его собираем, храним, раздаем людям, которые просят благословения и исцеления. И они получают здесь помощь от Всевышнего. Часовенка, внутри которой в Серебряном ларце хранится икона, сплошь увешана и заставлена бесчисленными дарами паломников со всех концов света. Гостей и паломников на этой древней земле всегда хватало. И каждого из них в православных кварталах Сайды, библейского Сидона, неизменно встречают с традиционным дружелюбием. Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок В этой комнате встретились святой Петр и Павел перед тем, как их отправили в Рим на казнь. Святой Петр из Палестины, а святой Павел из Дамаска. Они собирались здесь, в этой комнате. Тогда еще здесь находился колодец, который выходил прямо к морю. Храм этот был построен примерно 1200 лет назад. А почему из многих церквей вы выбрали именно православие? Потому что я из православной семьи. А кто меняет веру, у того веры нет вообще. А что для вас самое главное, что дает вам веру? Любовь. Любовь. Любовь к людям, ко всем несчастным, обездоленным, находящимся в беде. И здесь же, через улочку от православного храма, квартала мусульман-шиитов. День рождения пророка Мухаммеда. То же самое смирение перед Всевышним демонстрируется здесь, путем беспощадного самоистязания. У шиитских фанатиков это обязательный обряд. 40% всех ливанцев исповедует православие. И это исток их нескончаемой драмы. Они полностью в кольце самых разных и часто враждебных к ним и между собой исламских течений. Духовные общины в многострадальном ливане буквально стиснуты, перемешаны друг с другом. И все-таки существуют совершенно раздельно. И это скрытое противостояние иногда выливается в непримиримую схватку. Одно из самых жестоких столкновений произошло здесь, в восточных, когда-то сплошь христианских кварталах Дамаска. В июле 1860 года на улицах пролилась кровь. Погибло около 6 тысяч христиан. Сотни женщин и детей были проданы в рабство бедуинам. Было разрушено три монастыря, 11 церквей, сожжены тысячи домов. Эти дни вошли в историю под названием «Дамасская резня». В дни погромов тысячи христиан были укрыты и спасены знатными горожанами и простыми мусульманами. Живший здесь в изгнании герой алжирского освободительного движения Абдаль Кадир спас тысячи женщин и детей. А часть христиан принял к себе соседний льван.